Добрый вечер! Об этом и не только больше подробно в наступные 15 хвилин. Развитие межрегиональных соведей во всех сферах можно сформулировать головную мету проведенных день Гомельской области в Москве. Что пропоновали россиянам представники нашего региона и накольки поспеховыми можно лечить проведенные перомовы, ведая Олег Сентяров. В облике Беларусь в Российской Федерации и литерарно ни одного свободного метра Гомельская область в Москве на этот раз вырешили представить максимально полно от культурных особенностей до экономичных махтемыстей. Вреште, головная задача – знайти новых партнеров во всех сферах. Развитие межрегиональных соведей для Гомельщины завсюду было приоритетным накерунком. Дни Гомельской области в Москве, реальная махтемость их поширением. Если даже посмотреть сегодня всем известный Гомельсельмаш, то мы сегодня видим, что там только для производства этого комбайна тысячи поставщиков. И если посмотреть глубже, то 60% комплектующих этого комбайна – это Российская Федерация. Поэтому говорит о многом, что дает возможность сегодня развиваться нашим регионам. И мы сегодня стремимся делать все возможное, для того, чтобы эти связи укреплялись, для того, чтобы экономический потенциал совершенствовался. Для проведения перомов организаторы регион Гомельской области в Москве подвели некакие помешкания, а лет часто с встречи проходили непосредственно коллег-стендов. Гомельский технопарк со своими московскими партнерами, супросовничая с 2008 года, а летиапер к этой относины повинны вывести на принципово новую устрою. Имеем четкую отраслевую специализацию, какие компании мы поддерживаем. И, кстати, компании в сфере информационных технологий подходят под эту стратегию. Поэтому гомельские компании, которые в Гомельском технопарке, именно в сфере информационных технологий, мы рассчитываем на то, что будем давать им возможность работать на российском рынке. А, соответственно, российские компании смогут пользоваться также услугами Гомельского технопарка. Сирот пропонуемых для суместной реализации инвестпроектов, бодовництва шребневых заводов, организации вытворческих торфяных суместей для землеробства и кормовых добавок для живелого довли, створение предприемства по перепроцессу лесных грибов и ягод на базе одного консервовых заводов. Сегодня эта дары природы для нас не больше, чем случайная сыровина, а при господарском подходе она может приносить куда-то значительные прибытки. Приезжая в Европу, в ту же Италию, мы видим белые грибы, которые по цене 5-7 евро, баночка 50-70 грамм стоит, а мы вывозим весь этот наш ценный продукт, вывозим в виде сырья, либо замороженные только, или в крайнем случае сушеные, и потом в том числе импортируем обратно, то есть сырье экспорт делаем в Беларусь, уже в конечном продукте, который производится либо в Польше, либо еще в других странах. Свободная экономичная зона Гомель-Ратун на днях Гомельской области в Москве подписывает походнение по супрационнице с Московской гондово-примысловой палатой. Головная задача – взаимная потребность инвестиций. Причин для презентации СССР в российской столице заденечили не только властные ресурсы, земное и вособление космических технологий. Ненавито так представил себе робот, распорсованный московской фермой «Альфа-Роботик». Это робот, которого зовут «Кики», он распорсованный одной из московских компаний. На днях Гомельской области в Москве робот презентовал в максимуме свободные экономичные зоны Гомель-Ратун. Вельмедареча – користная речь, потому что робот может не только разговаривать, а и танцевать. У день и кеден Гомельской области в Москве кажут, что программа оказалась настолько насыщенной, что она вот экскурсии по российской столице провести не отрималась. У тым, что Москва сдольная ураживать любого гостя, переконовать никого не треба, а лишь и задача делегации Гомельщины была совсем иншей – развитие гонлево-экономичного и культурного супрациониста на основе взаимовыгодных интересов. После завершения мероприемств и подписания ЦРГ-шерга погоднений можно сказать, что поставленная мета досягнута. Крупные проекты, такие как в сфере нефтяной, металлургической, участвует российский капитал. И он не только с территории Москвы, Московской области, но и с крупных других городов, регионов Российской Федерации. И это говорит о том, что люди, бизнес не боятся укладывать средства, Беларусь не боится укладывать в экономику, потому что они действительно чувствуют себя на нашей земле, как своей земле, и работают сегодня с нами, как своими людьми и братьями. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с Москвы. Гомельская область сталком готовая до осенне-зимового периода. Жилевый фонд и обсталевание котельня упроверены, пашпорты готовности отримали 100% крыниц. Об этом по часу горячей линии у промым эфиры «Радио Гомель плюс» поведомил наместник генерального директора державного объединения ЖКГ Гомельской области Сергей Казачок. По его словам, что год повинно обновляться не меньше 4% тепловых сеток для поляпшения теплозабеспечения. Так, все лето было заплановано заменить 114 километров, и эта задача полностью выполнена. Однако, в ближайшие дни отяпление уключать не планируется. Есть нормативные акты, в соответствии с которыми в течение 5 дней должна быть температура ниже 8 градусов. Если такая среднедневная температура, тогда уже жилфонд будет включаться. Конечно, на социальных объектах, если температура ниже 10 градусов. Зрушение атмосферного фронта сегодня принесло на Гомельшину каркачасовые дожжи. По попередних прогнозах, с завтрашнего дня в регионе джонная температура поветра уздымится до плюс 25, ночная – до плюс 13. Теплый фронт может затриматься над Гомельшиной, каля 10 джон. До инших тем, 35% ВИЧ-инфицированных беларусов не ведают об своим статусе. В борьбу за то, как минимизовать эту личбу, год тому уступили вядомые в Беларуси громадские активисты, артисты и телезорки. Я наденусь, что это в рамках объединенной программы ААН по ВИЧ. Сегодня эстафету кампании по доброхватным тестировании на ВИЧ принял Гомель. За плячыма у этих людей уже сотни километров. Активисты масштабного информационного проекта поспели побывать в Брестской, Могилевской и Витебской областях. Планы на Гомельшину – это наведывание областного центра и Жлобина. Тут актив сустрелся с журналистами и самое главное – сотнями молодых людей, как бы рассказать об значенности тестирования на ВИЧ. Даже, как показывает практика, сучасное громадство и у приватности молодь больше уважлива слуха и меркования медийных особ, чем специалистов в белых халатах. Очень давно мы все говорим о ВИЧ-инфекции ОСПИДе. И когда об этом говорят как раз медицинские работники, то очень часто люди это просто не воспринимают. Потому что либо мы говорим непонятным языком, скучным языком. И другое дело совсем, когда говорят люди, которых хорошо знают, которых узнают и которые могут наши вот эти серьезные, заумные, непонятные вещи перевести на обычный язык. Это те люди, в общем-то, которых услышат и на которых обратят внимание. Все рододельники у проекта ведомые артисты, телераду и ведущие Светлана Борозка, Денис Дудинский, лидеры гурта «Джиморс» Владимир Пугач. Я постепенно пришел к пониманию того, что ВИЧ на сегодняшний день это беда, которая может коснуться абсолютно каждого. И что, по сути дела, к нему можно уже сегодня относиться, как к любому тяжелому хроническому заболеванию, например, как диабет или как гепатит. У каждой в области, куда проезжая акты у проекта, вызначается представник компании. Так, у Гомельской области им обвешаны телеведущие телеканала «Беларусь 4 Гомель» Александр Гавейко. Безусловно, это интересно. Я очень надеюсь, что эта работа принесет не только мне удовольствие, но и пользу обществу. Первый шаг, который я сделал для себя, это экспресс-тест на ВИЧ. Неделю этот комплект находился в ящике рабочего стола. Неделю я не мог подобраться, собраться с силами и мыслями, как это сделать, хотя все достаточно просто. Но, как бы ты ни был уверен в себе, своих близких, этот шаг нужно сделать для собственной безопасности, для собственного здоровья и спокойствия своих родных и близких. Экспресс-тестирование на ВИЧ – последняя сучастная альтернатива анализу крови. Его выник вядомый празд 20 хвилин. Выпуск таких тестов уже наладили в Беларуси. У худким часе станет махчимым набыть его и сделать самостоинно. А по кулу выпробовать новинку пропоновали подчас акции у Гомили. Вот сегодня я была в центре, куда приходят наркозависимые. И они говорят, а что сдавать, вроде у меня не должно быть. И он каждый день об этом думает и волнуется. А когда человек приходит, ему говорят, все хорошо, в случае, если все хорошо. Это такая радость, это не стоит тех 20 минут волнений, которые я испытала, но зато я абсолютно радуюсь. А вы волнуетесь каждый день. И это неправильно думать, что это не со мной. Поверьте, в вашей среде и среди ваших знакомых обязательно есть один ВИЧ инфицированный. Вы просто об этом не знаете. Или хуже всего об этом не знает он сам. Донести до людей разумение этого и головное наткнуть на тестирование мета, до какой у всех эти люди и мкнутся. Все лето я не так само наведают Гродно, Пинск и Молодечна. Реализация проекта протягнется и в наступном годе. И по прогнозах, махчима уже простые годы Беларусь отримает шанс стать одной из немногих крайне свету, где свой статус ВИЧ ведают 90% насильництва. Ганна Ковалева, Сергей Лукашук, Телерадо, компания «Умель». Сегодня у «Умеля» веншовали лепших наставников. Напереды Днепрофессийного свята в областным доме наученцев собрались работники установы адукации зусей в области. Свято пройшло под девизом «Сердце отдаю детям». Педагоги отримали у знагороды гоноровые грамоты и каштовные презенты. Особливо означали ты, кто подрыхтовал выпускников-стобальников на ЦТ. Подарунком для усих стал святочный концерт. Яго педагоги и наученцы подрыхтовали суместно. Все люди проходили через дошкольное образование, заканчивали средние школы, лицеи, гимназии, поступали в средне-специальные высшие учебные заведения. И, конечно же, в каждой семье касалось образование. Поэтому это и носит статус именно всенародного праздника. Творчая лаборатория читания для першоклассников открылась в Гомеле. В основе проекта – инновационные методики развития читания детей. Занятки проходят в неизвычайной форме. Тут не просто читают книги, а леи выпрацовывают умение анализовать текст. Усё это замоцовывается творчими заданиями. В арсенале педагога у Пальчиковы театр «Гульний фарбы». На первой сустрэши дети знакомились с библиотекой и сами створали свою первую книгу. Подчас занятка у лаборатории першоклассники познайомятся с лепшими литературными творами для детей. Обязательное условие этого проекта, конечно же, это чтение книг вслух. Притом и дети будут читать, и библиотекарь будет читать. Они будут обсуждать эти книги. Главная цель проекта – это закрепить интерес к чтению детей, чтобы он остался на всю жизнь. Занятки бесплатные и проходят в невеликих группах по 6-7 человек. При этом тут имкнуться зарабить атмосферу максимально свободной и утульной. Заместо оценок – забавные смайлики. Подробязную информацию можно знайсти на сайте сетки библиотек Гомеля. Народная артистка Беларуси Людмила Корхова отзначила свой юбилей. Прима областного драм-таатру на гомельской сцене Амаль 50 годов. Павеншавала юбиляршу и наш корреспондент Настасья Кучинская. Гэта актриса может быть упрыгожванем любого столичного театра. Як у нас, так и замяжуй. Так казал про Людмилу Корхову сусветно вядомый театральный режиссер Рыт Талипау. Яркая, праникливая, смелая и свободная. Адважная у принятия рашыню, глубокая особа и целостная натура. Так говорить про Людмилу Константиновну люди, які ведают яе особиста. А баяние талент Гэта актрисы покарыли многих. Той же Рыт Талипа уличил, что Людмила Корхова варта особистого театра. Я старалась жить по совести, по чести. Не лгать, не фальшивить, не предавать. И старалась очень честно заниматься своим делом. Я выбрала эту профессию, я служила и служу театру. Людмила Константиновна народилась у Чаширску. Вучилась она актрису в Белорусском театральном остатском институте. После заканчения працавала диктором на Белорусском телебачене. Але сердце артыстки завсюду належало театру. Тому в 1968 году яна разом с мужем, артыстом Александром Лауриновичем, переезжаю в Гомель, как почать работу в Русском драматичном театре. Теперь это Гомельский областный драмтеатр. Яму Людмила Корхова служить Амальпа у Стагодзя. За этот час сыграла больше, как полторы сотни ролев. Трэзии – головные. Она гибкий партнер. С ней можно работать и в драматических ролях, и в комедийных ролях. Она одинаково. Она слушается партнера, она помогает партнеру. Ни в коем случае не тянет одеяло на себя. У День народжения Людмилы Константиновны – любимая классика. Спектакль по мотивах Достоевского – чаровный сон. И, конечно, головная жанучая роля. Адмовная неприемная Марья Маскалёва у Достоевского у выкананья Людмилы Корховой выкликаю глядачу по разумении навыц захопления. Часом падается, что некалец гэтой жанчины уже сустракался. Первовсабление и житёвая правда – головные принципы системы Станиславского. Той самой классики, якую так поважает народная артыстка. Неординарность особы проявляется ваусим. Навадзённое роджение Людмила Константиновна отзначает два. Один у вересни, другий – пашпортный 8-го листопада. Галунные юбилейные урочистости у гонор Людмилы Корховой у театры плануют сменавито на гэтый день. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко. Телерадоя компания «Гомель». Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустреча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова